прибегают уже не только к парламентской дискуссии, но и к акциям протеста. Добрый вечер! В эфире ток-шоу Владимира Соловьева «К барьеру». Сегодня правительство приготовило пакет законов, которым очередной раз собирается обмануть наш народ. Лишить стариков и ветеранов заслуженных льгот, заменить их жалкими подачками. Я вызываю к барьеру правительство авторов закона, вызываю тех, кто поддерживает усиленно, проталкивает этот закон, для того, чтобы наши люди в конце концов услышали правду, что же им приготовили наши горе-реформаторы. Я принимаю вызов Светланы Евгеньевны Савицкой. Я готова объяснить позицию по данному законопроекту всей стране и всем людям, в том числе и Светлане Евгеньевне Савицкой, которая, по-видимому, этот закон либо не прочитала, либо прочитала его не до конца. Я против той массовой истерии, которая по этому законопроекту раздувается по всей стране. На площадку вызывается Светлана Савицкая. Дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая умеет управлять истребителями и космическими кораблями. Бесстрашно не только в небе, но и в политической борьбе. Никогда не изменяет своим принципам и коммунистическим идеалам. На площадку вызывается Наталья Бурыкина. Сирота, выросшая в детском доме, Наталья Бурыкина прошла суровую школу жизни. От работницы ткацкой фабрики до депутата Государственной Думы. При принятии решений руководствуется здравым смыслом, а не эмоциями. Господа Владимир Соловьев. Товарищ Савицкая, госпожа Бурыкина, вы готовы к дуэли? Обязательно. Да, конечно. Тогда сходите. Позвольте представить наших судей. У них, конечно, есть свой взгляд на животрепещущую тему, обсуждаемую сегодня. Но их задача объективно и беспристрастно судить ваш поединок. Итак, Дмитрий Астрахан, режиссёр. Елена Дворяшина, психолог. Екатерина Шевцова, радиоведущая. Александр Журбин, композитор. На всём протяжении дуэли за вас будут голосовать наши уважаемые телезрители. Ваша задача – убедить их в своей правоте. Именно их решение является определяющим. О нём мы узнаем в самом конце программы. Если вы голосуете за Светлану Савицкую, звоните 995-8101. Если за Наталью Бурыкину – 995-8102. Схватка первая. Госпожа Бурыкина, вам бросили вызов. Так что вам право к первому вопросу. Спасибо. Светлана Евгеньевна, мы с вами представляем разные категории льготников. Вы льготник, я, можно сказать, бывший льготник. За годы работы в Верховном Совете, за годы работы у вас в Первой и Второй Государственной Думе очень много принималось законопроектов, касающихся социальной поддержки, касающихся льгот. Я молодой депутат, понимаете, я изучила внимательно это законодательство и увидела, что 200 категорий льготников, количество льгот, которые им предоставлено всеразличных, более тысячи. Мой первый вопрос очень простой. Не могли бы вы назвать хотя бы 20 льгот и хотя бы 15 категорий льготников? Ну, вы знаете... Которые этого заслуживают? Абсолютно верно. Те, которые по закону имели право на эти льготы. На какие? Они были очень разные льготы. Вот поэтому я хочу вас узнать. Во-первых, конечно, я вызывала к барьеру, не Наталью Викторовну, я вызывала представителя правительства и приглашался господин Зурабов. Но он, очевидно, испугался, побоялся, не захотел здесь предстать перед лицом. Он готовился, позвонил, сказал, что его вызвали в высокие инстанции. Понятно. К Папе Римскому. Ну, теперь давайте ответим, что-то присутствующим здесь. Зурабову досталось, теперь о присутствующем. Поэтому, разговаривая сегодня с Натальей Викторовной, я буду говорить как с представителем правительства. Буду считать, что здесь стоит человек, который написал эти законы. Сила, поддерживающая эти законы. Вы повышаете мой статус. Светлана Юрьевна, она повышает мой статус. Вы никак не забывайте мое имя. Ну, ладно. Она Михаил Юрьевича никак не забудет. Зурабова. Хотя я не знаю, из него поможет. А может быть, Лермонтова. Может быть, и Лермонтова. Так все-таки, что с категориями будем делать? Ну, для того, чтобы сейчас вам тут 20 категорий перечислить. Проследите не разумного. Я могу перечислить более 20 категорий. Прекрасно. Это инвалиды. Это инвалиды, и чернобыльцы, и ветераны войны, и труженики тыла, и репрессированные. Я могу перечислить массу тех, кого сейчас пытаются... Это кто-то пять. Ну, вы знаете, вы знаете, мы ведь не экзаменаторы. Вас не для этого сюда пригласили. А вот я вам отвечу на другой вопрос. Я была в Верховном Совете СССР в последнем, который наши горе-реформаторы потом вместе со страной разогнали. Так вот, в том Верховном Совете мы ни одной льготы не приняли. Ни одной. Заметьте. Тогда страна имела льготы всего 3-4 льготных категории. Всего. Просто инвалиды, инвалиды участников войны, герои соцтруда Советского Союза, и так вот. И, пожалуй, все. И нам не надо было эти льготы принимать. Мы занимались тем, что занимались повышением зарплаты. И, кстати, она повышалась. Значит, вы признаете ошибку, что Первая и Вторая Думы принимали дополнительные льготы? Нет. Разумный вопрос. Там, где были коммунисты сидели, большинство сидели коммунисты. Нет, дорогой защитник правительства. Я как раз не признаю... Дорогой защитник людей. Я как раз говорю не об этом. Вы не надо за меня договаривать. Я говорю о том, что тогда экономическая система позволяла людям обходиться без льгот. Это справедливо. А когда в 90-х... И без квартир. А когда не без квартир. Это было равенство в несчастье. Сегодня их не больше. Сегодня больше квартир только у фракции Единая Россия, очевидно. Значит, и еще там у кого-то. Мне хотелось бы... Не надо. Мне хотелось бы уточнить. А льготы пришло... Льготы коммунисты живут на улице. Вы задали вопросы. Ну, вы отвечаете на совсем другой вопрос. Вы задали вопрос. Я задала вопрос. Слушайте ответы. Светлана Евгеньевна. Ну, нет, вы пока... А после того, как в 92-м году экономическая система резко изменилась, когда все наши, в общем-то, основные доходы бюджета пошли в карман частным лицам, Чубайсам, там, этим новым олигархам, когда наши бюджетные финансовые нефть и газодоллары пошли не туда, куда положено... Начался. Естественно, как защита, это тот еще расстрелянный Верховный Совет, еще он начал вводить льготы. Это была мера защиты. Конечно, ненормально, когда у нас почти две трети страны льготники. Это ненормально. Но это почему ненормально? Потому что если сравнивать с другими странами, но в тех других странах и зарплата, и пенсия позволяют людям жить без всяких льгот. И, кстати говоря, там совсем не заменяют все льготы на денежную форму. Когда в Германии и в Европе человек получает рецепт, бесплатный рецепт, вот, он идет в аптеку и с бесплатным рецептом получает бесплатные лекарства. Там есть натуральные льготы, поэтому те, кто хочет сейчас, вот, под предлогом, что мы сейчас как в Европе, они просто обманывают людей. Смысл вот того закона, который вводится, он совсем не в льготах. И я готова это доказать. Но хотелось бы, чтобы, да, мы перешли к форме диалога от формы монолога, что подразумевает дуэль. У вас есть вопрос, господи Жигуркина? Я просто знаю, что они 2-го числа его примут, потому что у них 300 с чем-то голосов. И, собственно говоря, для того, чтобы провести вот этот, и целый ряд других законов, конечно, 226 надо. Чтобы провести этот закон, их и привели в Госдуму в таком количестве. Только для этого. Вы будете голосовать за этот закон? Конечно, буду. Вы будете голосовать за... Я буду голосовать за концепцию данного законопроекта. Объясните, почему. По принятию его в первом чтении. Что реально хорошего предлагает правительство? Что это даст тем людям, которые сидят сегодня здесь, и которые смотрят нас у экрана телевизора? Правительство, на самом деле, предлагает очень простую вещь. Оно говорит о том, что в связи с тем, что в стране 103 миллиона льготников, порядка 200 категорий, что мы не в состоянии всех этих льготников учесть, посчитать, что на самом деле информация и статистика о всех этих категориях льготников разноречивая, нет ни единого подхода. Мы понимаем несправедливость этой системы. Это на самом деле остатки развитого социализма. На самом деле людям не дают деньги. Им дают некий миф такой. Знаете, мы говорим, что мы не можем вам дать деньги, мы вам можем дать услуги. Мало того, что доставляются услуги тем счастливым, отдельным счастливчикам, которые все-таки дошли и получили эту услугу. Правительство, на самом деле, то, что было раньше принято, это не льготы, на самом деле, предлагались. Это право было для того, чтобы записаться в очередь на льготы. И правительство сегодня говорит, что мы хотим ликвидировать очередь на льготы. Мы хотим предложить вместо очередей людям деньги. И это нормально. Когда людям дают вместе, извините, натурального пайка, иди в тот магазин, только в том магазине тебе паёк выдадут, дают деньги, говорят, вот тебе деньги, иди и купи то, что тебе нужно. То, чем ты будешь реально пользоваться. И что в этом плохого? Когда людям, извините, меня вешают лапшу на уши, что мы сейчас тебе дадим деньги, и ты пойдёшь в мобильный телефон, купишь, ну на тысячу рублей ты мобильник, старушка просто проест, вкусненького купит, как сказал президент. Она ни лекарства, ничего не купит. Но в чём суть-то? Правительство уже несколько лет, достаточно давно, проводит политику снятия с себя всяких социальных обязательств. То есть им не надо, не хочется тратить деньги на народ, на армию, на то, что составляет основу государства. Эта политика видна давно. Так зачем тогда сейчас они предлагают реальный день? Ведь выгоднее гораздо продолжать ту же политику. Так реальные деньги, реальные деньги покрывают, даже не покрывают 25-30% львов. Ну, которые предлагают. И, кстати говоря, когда президент вчера, я услышала, когда он сказал, что Минфин должен быть готов, чтобы в 10-20 раз повысить выплаты, ну это же блеф, потому что расходы будут гораздо меньше, но у людей не будет законного права пойти в суд и через суд потребовать свою льготу. Вот дали тебе тысячу рублей и заткнись. И больше ты не проси. Ну почему-то страна искренно, на самом деле, не забросана. Просто люди, те категории льготников, которых вы прописали в законах, они даже не подозревали, на самом деле, об этих льготах. Сейчас предлагается людям, которые об этом не подозревали, сказать, что вот товарищи, вот вам положены были льготы, возьмите вместо льгот деньги. То почему бы люди должны от этого отказываться? Льготы люди не подозревали, что они у них есть. А вот бюрократы всячески старались не показать им, что же за льготы имеют. Приходит ЖЭК. Начальник ЖЭК, глаза такие, ничего не знаю. Да, для этого надо было, чтобы власть работала как положено, чтобы губернатор или президент заставил бы их работать как надо. Можно маленький комментарий? По-моему, начальники ЖЭКа с советских времен не сменились. У нас в стране, вот там наверху революции, а вот среднее звено чиновников абсолютно одинаковое с 1861 года. Но учтите, что льгот-то тогда было меньше, сейчас их больше, потом больше людей страдает. Старь батюшка не знал. Больше людей страдает. Льготы были слишком отдалены от народа, поэтому правительство предлагает эти льготы с федерального уровня. Вот теперь мы вважем в регионы. Более того, ответственность, которая у нас сегодня, ответственность размытая была по льготникам, по категориям льгот, ответственность вынести ближе к людям в регионы. Я посмотрю, как они будут решать. А правильно я понимаю, что на самом деле вы не против того, чтобы льгот не было. Но вот если дадут большие деньги, то тогда нормально. Если бы вот то, что можно заменить, наверное, это можно было сделать. Но я считаю, абсолютно нельзя заменять на денежную форму следующее. Ведь у всех отбирают бесплатное лечение. Во всех законах ликвидируется слово бесплатно. Вы посмотрите. Вот в 155 законах это слово просто вычеркнуто, изымается. И потом говорится, или вам социальный пакет, неизвестно какой, дадим, рассказывают сказки. По поводу социального пакета, что такое социальный пакет? А что такое бесплатное, Светлана? Что такое бесплатное? Бесплатное? Это что, нам МВМ деньги подарил? На это бесплатное? Ну не надо то сутрировать. Вы же работали в бюджетном комитете. Бесплатного? Ничего в жизни не бывает. Нет, не надо. Вы работали в бюджетном комитете. Вы знаете, что это делается. Кто платит за это? Все было расписано. 103 миллиона льготников, 145 миллионов населения страны. Из них дети, которые еще не работают. Но некоторые уже и так льготники. Но некоторые уже и так льготники. Которых вы сейчас выбираете, кстати. Получается простая эрифметика, что на самом деле, либо небольшая здоровая часть населения оплачивается всех, но это невозможно, либо льготники оплачивают друг друга. Что за социальный пакет предлагается оставить и не трогать? Ну, наша партия, на самом деле, в отличие от коммунистов, которые не хотели вступать в конструктивные дела по этому вопросу, серьезно изучала предложенные законопроекты. Вот, нашла там, действительно, там есть достаточно много изъянов. Смело! Да, есть изъяны в законопроекте. Абсолютно дерзко. И что предложили? И что предложили? Завтра вот в проекте постановление, которое будет на Думе раздаваться и голосоваться, предложили ряд недочетов, которые были в данном законопроекте, исправить. Ну, первый серьезный недочет, на самом деле, для того, чтобы не лобать, как вы говорите, психологию людей, которые к чего-то привыкли, к бесплатному, хотя бесплатному бывает только сыр в машеловке, как вы прекрасно знаете. И тут за него кто-то платит. И тут кто-то положил кусочек сыра. Машеловку положил, да. Абсолютно верно. Поэтому наша партия предлагает при выплате денег сделать так называемый социальный пакет. В этот социальный пакет входят те наиболее массовые льготы, о которых вы сейчас говорите. Какие? Это льгота на лекарства, это льгота на проезд, это льгота на течение. И в рамках данного социального пакета предлагается оценить льготы. То есть это не значит, что если пакет на лекарства стоит 350 рублей, что человек, который нуждается в этих лекарствах, получит ровно лекарств на 350 рублей. Это дает возможность посчитать реально, сколько лекарств потребуется для этой категории льготников и получить необходимое количество лекарств. То есть человек, сколько ему надо, столько будет брать. Абсолютно верно. То есть его в этом... Но он должен будет заплатить за этот пакет. Представляете, какой раз... Он не должен платить за этот пакет. Нет, подождите, он не должен платить за этот пакет. Он не должен платить. Из тех денег, что ему дадут, вот ему выберут. Ему не дададут. И это называют правом выбора. Я бы понимала, чтобы человеку сказали. Вот у тебя по закону были прописаны до сегодняшнего дня вот такие льготы. Да. Вот ты имеешь право выбрать. Оставить натуральные формы. И действительно, ведь не все пользуются всеми льготами. Я вам скажу так, что я знаю массу людей, которые в санаторий не едут не потому, что они не хотят, не дают. А в Москве не нужно льгота на дрова. Да, на дрова. Или, например, им не нужно ехать в Владивосток. Но он знает, что у него есть право. Если надо, он этот билет возьмет. Значит, это один вопрос. Но ведь делается по-другому. Льготы из законов уничтожаются, чтобы люди больше не имели права за этими льготами пойти в санкет. Не уничтожаются, а переносятся на другой уровень. Неправда. Льготы переносятся на уровень субъекта. Стоп, вот сейчас, когда речь пошла о правде-неправде, можно обращусь к независимым источникам. Возьмем закон? Да, сейчас можно к независимым источникам. Кто у нас тут? Счастье, в России есть структура, которая по запросу, в частности, Государственной Думы, правительственных органов, осуществляет экспертизу и проверку. Это счетная палата. У нас присутствует господин Горегляд, на долю которого выпала тяжелая работа оценить реальные льготы существующей стране. Скажите, пожалуйста, что выявилось в результате анализа счетной палаты? Счетная палата достаточно скрупулезно изучила ситуацию, связанную с финансированием основных законов, закона о ветеранах, закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации в течение последних лет. В частности, я могу привести цифры по 2003 году. Закон о ветеранах по 2003 году реально финансировался в объеме 34,7% от заявленной потребности. Не от декларируемой потребности, она значительно выше, а от заявленной. Почему от заявленной? Потому что каждый субъект Федерации подает заявки на то количество льготников, которые проживают в данном субъекте, для того, чтобы профинансировать те или иные льготы. Общий объем потребностей финансирования закона о ветеранах составляет 189,2 миллиарда рублей в 2003 году. Профинансированные эти объемы были по федеральным обязательствам в сумме 8,3 миллиарда рублей, по региональным обязательствам в сумме 46,6 миллиарда рублей. То есть льготы есть, но реально ничего не значительно. Льготы есть, но реально государство выделяет треть от заявленной потребности. От декларируемой потребности, от того, что предписано законом, эта сумма составляет значительно меньшую долю. Сегодня, что касается федеральных обязательств, федеральный бюджет запланировал сумму в 2,5 раза больше, 171,2 миллиарда рублей. Поэтому, если говорить о тех деньгах, которые предполагаются для финансирования, то они существенно выше, чем те, которые были раньше. Вся проблема состоит в том, какой механизм предложить для того, чтобы в результате этого не пострадал. Деньги нашли реальных людей. Да, чтобы деньги нашли реальных людей, не пострадал ни один конкретный льготник. Сколько реально льготников вы оценивали? Кстати, это одна из самых больших проблем сегодняшней системы социальных льгот, это учет льготников. Есть разные категории, очень много перекрестных категорий. И, допустим, ветераны войны, инвалиды войны, они одновременно являются инвалидами третьей группы. Поэтому здесь идет и перекрестное финансирование, и перекрестный счет. Цифры достаточно большие, и проблема еще раз в том, что очень многие категории пересекаются, и четкого учета и порядка в этой системе на сегодняшний день нет. То есть, по вашему мнению, как независимого эксперта и профессионального человека, людям будет лучше или хуже после принятия этого закона? С точки зрения запланированных сумм, людям объективно должно быть лучше. С точки зрения того механизма, который предполагается в законе, я думаю, что у правительства и депутатов Государственной Думы есть все основания и возможности для того, чтобы разработать такой механизм, чтобы деньги дошли до конкретного потребителя. Спасибо. Я хочу только добавить. Да, пожалуйста. Ладно, идея, она бьется для того, чтобы эту запутанность сохранить. А я бьюсь за то, чтобы ее распутать. Прошу. Тем не менее, счетная палата, которая дала нам заключение, вы знаете, официальное в Госдуме, там далеко не так благостно все написано. Там сказано о том, что финансово-экономическое обоснование закона, в общем-то, много лучшего. Перерыв. Ну что же, эмоции и цифры, как это часто бывает, расходятся. На самом деле впечатление достаточно разноречивое, потому что мы видим схватку двух замечательных женщин, одна из которых очень эмоциональна и очень опытна в своих дебатах. Это вы имеете ввиду? Это я имею ввиду госпожа Советского. Госпожа Советского, да. Госпожа Буройкина, она обороняется. Демагогичная позиция, она всегда выигрышная. Вот мы такая, все обманут, все доврут, все, она всегда очень выигрышная. Она всегда выигрышная по... С другой стороны, да, с другой стороны, уже всем надоело, на мой взгляд, вот такая... Я говорю, что вот поэтому, как бы, поэтому мне кажется, что Советский человек более опытный, громко говорит, четко, свободней, наглее в примерах, наглее в уколах. А мне кажется, что Буркина, который, по-моему, говорит, абсолютно правильные вещи, так, на мой взгляд, уже чисто и логичные вещи, ну, ей надо идти просто, что ли, смелее, смелее нападать. Смелее, совершенно верно. Надо немножко потерять стыд в этой ситуации, это война, это такая битва, она начинается у них. Может быть, им нужно чуть меньше переходить на личности, а обсуждать вопросы? В борьбе все средства хороши, кроме тех, что проиграть. Во-первых, я считаю, что очень хорошо, что сегодня две дамы беседуют, да, потому что эта тема действительно такая, как бы, женская, дамская, и, в общем, они, как бы, достойны друг друга. И, конечно, очевидно, что Светлана Евгеньевна Савицкая, она опытный парламентер, много лет в политике, и вообще такая сильная, мощная женщина, и она, конечно, немножко давит свою партнершу. Но, по сути дела, пожалуй, я все-таки больше согласен с Натальей Викторовной Бурекиной, потому что она говорит более разумные вещи, а думаю, что во втором и третьем туре она будет более убедительной, и она все-таки должна победить. И по первому туру я тоже ей отдаю первенство, хотя еще раз подчеркиваю, что выступает лучше все-таки Светлана Евгеньевна пока. Я пытаюсь сейчас понять, кому бы я дала полю первенство. Светлана Савицкая, естественно, более эмоционально, более как-то понятно, я думаю, что людям объясняет свою позицию. И мне в то же время понятна позиция госпожи Бурекиной, потому что она выступает за правительство, но она немножко не уверена, и поэтому я еще не могу понять конкретики. То есть она должна, может быть, провести какие-то цифры, или более как-то агрессивно, или более понятно объяснить, чем же эта позиция хороша. Потому что пока кроме эмоций я, честно говоря, ничего не услышала. О нашей дуэли победители определяют телезрители. Позвонив по указанным телефонам, вы можете проголосовать за ту из участниц, чью позицию поддерживаете. Савицкая Светлана Евгеньевна. Родилась 8 августа 1948 года в Москве. В 1966 году одновременно с поступлением в Московский авиационный институт села за штурвал самолета. Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. В отряд космонавтов зачислена в 1980 году. Совершила два космических полета. Первой из женщин вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа 35 минут. Дважды герой Советского Союза. Каваляр двух орденов Ленина и ордена Знак Почета. С 1989 по 1991 год была народным депутатом СССР. В Государственной Думе с 1995 года. Член фракции КПРФ. Заместитель председателя комитета по обороне. Вице-президент Ассоциации Героев России. Кандидат технических наук. Любит историческую литературу, мемуаристику и театр. Замужем. Имеет сына. После вашественного престола Екатерина II в России буквально начался бум женских поединков. Только за 1765 год произошло 20 дуэлей. На 8 из которых секунданткой была сама императрица. Надо сказать, что Екатерина была жесткой противницей смертельных исходов. И посему, хотя придворные дамы и дрались с упоением, но до первой крови. В второй схватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлянткам. Поддержите и вы своими заменками. Вторая схватка. Вопрос со стороны государства Буракиной. Шевелев Андрей Владимирович, герой Российской Федерации. Извините, знание героя за что? Первая чеченская кампания. Вы меня отнесли к ряду чиновников. Вообще я офицер российской армии. Вы сейчас и я, вы по двум категориям пересекаетесь. Как герой Советского Союза и как депутат Государственной Думы. Но и вы тоже. Я по трём. Я не отрицаю, я по трём. Но я на себя беру ответственность говорить, что у нас учителя, воспитатели моих детей недополучают. А на меня неоправданно расходуются. Но неиспользованные денежные средства и льготы. Вопрос в том, сколько ваша сумма льгот? Я не назову свои, потому что я очень малыми льготами пользуюсь. Только единственное по жилищно-коммунальному и санаторной путёвке. А там есть гораздо больше. Дарплата депутата Госдумы. Просто для сравнения, чтобы знать. На сегодняшний день депутаты Госдумы, если в целом брать оклад и так далее, 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей, минус налог. 34-35 тысяч рублей. И нам бедным ещё не хватает экономических льгот. А губернаторы? Почему-то господин Греф не ликвидировал и не перевёл в денежную форму льготы министров. Хорошо. У страны нет столько денег. Ну давайте дадим министрам больше, чем героям. Давайте дадим им по 5 тысяч рублей. И пусть он на эти 5 тысяч, пусть на эти 5 тысяч лечится. Значит, в санаторий ездит. Да они здоровы, они не болеют. Почему-то правительство не предложило президенту Борису Николаевичу Ельцину заменить его льготы на денежную компенсацию. Давайте ему 10 тысяч дадим. Нет, это я считаю абсолютно правильно. Почему? Я предлагаю нам с вами, Светлана Евгеньевна, написать эту поправку. Нет, нет, нет. Давайте вместе не несём поправку. А вы её уже написали. Мы её напишем уже без нас. Что же вы раньше её не написали? Мы уже неоднократно вносили, а вы отвергали. Хорошо, и мы начнём ругаться позже, пока вопрос со стороны Господа Совета. Ленивкина Галина Николаевна, я мать, ребёнка с ограниченными физическими возможностями. 10 лет назад моему мальчику было 6 лет, и я с очень большим трудом нашла школу. Школу, в которой он мог учиться в обычном классе, с обычными здоровыми детьми, по обычной массовой программе. Но эта школа находится в Центральном округе. Я живу в Южном. Я еду туда 40 минут, тремя видами транспорта. И проезд у меня в школу, и обратно, бесплатный. Что касается медицинского обслуживания. Ведь болезни, по которым даётся инвалидность, это не насморк. Его за неделю каплями не вылечишь. Люди лечатся годами, и борются с этим недугом до конца своей жизни. А это всё очень дорогостоящие лекарства. Это всё безумные какие-то деньги на санаторное лечение, да просто на лечение в больнице, на всевозможные операции. Очень как-то цинично вообще ведётся вся эта полемика. Ведь дело не в том, что нам дают реальные деньги. Дело в том, что нам дают рубль и говорят, живи ни в чём себе, не отказывай. В данном законопроекте не предлагается лобать существующую структуру получения льгот для тех, кто их уже получает. И на самом деле, те льготы, которые вы получаете, их предлагается оценить. И выдать их в виде социальной, так называемой, суммы, которую вы на руки не получаете. Тогда мне не очень понятно. Нет, то есть вот для этой семьи ничего не изменится? И для этой семьи, и для другой такой же семьи ничего не изменится. А ещё плюс к этому они деньги получат? И плюс к этому, естественно, получат деньги. А почему они должны отказываться? Хорошо, я тогда не понимаю. Если всё остаётся точно так же. Льгота на проезд существует. Льгота на санаторное курортное лечение существует. Зачем тогда этот закон? Денег-то сколько получается? Ой. Ну слёзы вы получаете. На 1200. Слёзы вы получаете, да. В общей сложности, вместе с пенсией, вместе с... Мы будем давать больше каждый год. И каждый год будем эти суммы индексировать. Хорошо. Сергей Калмаков, Фонд развития парламентаризма. Светлана Евгеньевна, я вообще возвращаюсь опять к той славной поре, когда такими ударными темпами, когда вы обладали большинством в Государственной Думе, наращивался вот этот процент льгот, увеличилось количество льготников и так далее, и тому подобное. Скажите, пожалуйста, для самых обездоленных, для людей, для семей, которые живут ниже черты бедности, какой процент составляет эта социальная льгота в их доходе? Начну с того, что вы обманываете людей, когда говорите, что мы составляли большинство левой фракции КПРФ. С 95-99 года у вас была самая большая. У нас не было большинства, у нас на 12 человек не хватало. Вы голосовали за эти законы? Жилищно-коммунальная сфера. Эти люди получили как минимум 50% льготы по ЖКХ. Учитывая, причем эти льготы принимались где-то в 95-м году, в 96-м, насколько я помню, да, мы за них голосовали. И мы понимали тогда, что правительство уже тогда ведет дело к 100% оплате. Это вот практически... Этим вы защитили, да? Да, защитили. Я просто хочу сказать, что вот для этой категории семей все эти льготы составили 17% их дохода. То есть вы их совершенно не защитили. Вот санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное. Мы не будем говорить про людей, которые... Ну, есть, которые вообще не любят санаторий. Не хочу в санаторий. Я таких знаю, кстати говоря, из наших категорий. Не ездят просто и не надо. Но они эти деньги не берут и даже компенсации не требуют. Но если ему по состоянию здоровья будет надо, и льготы есть натуральные, он всегда придет и поедет в санаторий, и подлечится. Насколько у нас хватает мест в санаторно-курортной системе? Вы говорите, если человеку, который нуждается в этом лечении... Действительно нуждается, он его получает. Он придет и получит. А сколько очередь у нас на этот санаторно-курортное лечение? Я вам еще раз говорю, что... Он доживет... Получит. Он доживет до своей очереди. И варит войны получит. Я желаю ему... Я хочу, чтобы они все дожили, понимаете? С вами не доживут. Китай Вячеслав Викторович, Союз Чернобыля-Россия. 18 лет назад, когда произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, было эвакуировано около 130 тысяч населения. Погибли около 26 пожарных первых. А также все люди потеряли имущество. Многие потеряли здоровье. Таких в России сейчас 50 тысяч. Вот эти люди, они никогда не получали социальных льгот. Они получали возмещение вреда. Каким образом возмещение вреда трансформировалось в какую-то социальную подножку, поддержку, извиняюсь? Законный проект принимается в трех чтениях. Сейчас это принятие только его в первом чтении. И весь июль дома, в том числе все депутаты, которые заинтересованы в том, чтобы сделать закон лучше, будут работать над этим законом и вносить поправки. Но вы согласны, что это грубейшая ошибка? Возмещение ущерба здоровью, полученной вследствие той трагедии, которая случилась, это все отдельная тема, которая отдельно в этом законопроекте, по второму чтению будет прописываться. То есть вы это учитываете? Абсолютно. Ну тогда ли это нормально? Извините, разрешите тогда сказать, меняется концепция закона. Весь чернобыльский закон финансируется из бюджета Российской Федерации. Раз. Государство взяло на себя обязательства, иначе бы чернобыльцы предъявляли измельник. Правильно, этот закон нельзя трогать. К минатому. Тогда минатам должен быть влазить. Скажите, пожалуйста, каждый чернобылец должен приходить в центр или он должен получать поддержку на месте, где он живет? Какую поддержку? Извините, поддержка или возмещение минатам? Да, это разные вещи. В возмещении вреда где он должен получать? В Кремле или у себя? Извините, есть люди, которые работают, они получают по месту работы. Есть военнослужащие по месту обороне. А можно сказать страшную мысль? А совершенно безразлично, главное, чтобы деньги дошли. Да, абсолютно верно. То есть вы между собой разберетесь где, главное, чтобы у людей были деньги. Да, пожалуйста. Иванова Валентина, комитет по образованию и науке Государственной Думы, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета. Мы уже привыкли к той ситуации, что в Государственной Думе, какую бы мы проблему не разбирали, фракция КПРФ всегда кричит, не трожьте эту проблему, не рассматривайте развал государства, развал общества и так далее, и так далее. Сегодня и вы признали о том, что проблема с льготами существует. Наша фракция, понимая, что проблема серьезнейшая и требует решения, предприняла все усилия, чтобы обязать правительство вступить в переговоры и рассмотреть целый ряд уже сейчас изменений этого закона. А что сделали вы лично, ваша фракция, при улучшении, при доработке? Вот сейчас на этой стадии, к сожалению, мы видим только систематические логики, демагогики и ярлыки. Что вы сделали конкретно? Рассматриваться будет только тот закон, который внесло правительство, и ни вы, ни мы не имеем права ничего там ни запятой поправить. И вот вы будете голосовать за тот закон, который вам внесли. Да, правда. Дайте мне ответить. Вы, видимо, редко бываете в дубе. Дайте ответить. Если вы не задаете процедурных вопросов, дайте ответить. Чаще ходить на работу. Это вы чаще ходите. На каждый день. Это вы чаще ходите. Так, ходите, обе ходите на работу. Я так не понял, закон изменить можно или нет? Можно. Неправда, врет, да все врет. Что, Инга Регляд, закон меняется, и для меня это важно. Не меняется. Потому что тогда вообще непонятно, чем нужна дума. Это может, перед первым чтением, может изменить только субъект законодательной инициативы. Перед первым чтением. Перед первым чтением. Каково является правительство Российской Федерации? После первого чтения нельзя менять концепцию закона. Можно менять отдельные статьи, причем достаточно существенные. Все честно, да? Понял. Поэтому не могут менять и принимать. Правительство, этот законопроект, вы прекрасно знаете, уже присылало в Государственную Думу в рамках нулевого чтения. У нас нет подполья, это у вас нет подполья или нет? У нас нет подполья, это открыто. Володя, мы собрались обсуждать закон. Они специально уводят людей от того, чтобы люди не слышали. Мы говорим о том, что можно и не... Они специально уводят. Что случилось? Вы как законодатель, не хотите работать на тем, серьезно, вдумчиво, для того, чтобы... Не уводите людей, а судьте вопросы. У них задача вообще сейчас закричать, чтобы люди правды не услышали. Степана Георгиевна, скажу вам страшную истину. Они не одни тут кричат. Правильно. Ваш голос тоже хорошо. А как же, значит? С кем поведешься? Разрешите, с кем и наберешься. Волтами жить. По волчьей. Разрешите дать слово вашему секунданту. Новиков Михаил, Светлана Котова, представитель общественной организации «Инвалиды перспектива». Не говорите, что мы не понимаем законов. Светлана юрист, я тоже кое-чего в жизни понимаю. Но сидя здесь, многого понять не могу. Например, почему вы пытаетесь меня убедить в том, что принятие этого закона выгодно для меня? За тысячу рублей, которые вы мне дадите, у меня отберут. Снотворокурортное лечение. Я не смогу лечиться, не смогу отдыхать. У меня отберут льготы на проезд, как по городскому транспорту, так, извините, по железнодорожному и так далее. Я никуда ездить не смогу. У меня отберут бесплатное стоматологическое лечение и все остальное. У меня практически все отберут за вашу тысячу рублей в месяц. А то, что я потрачу, при этом 10 раз больше для реализации всего того, что вы отберете, вы не говорите об этом. Все, что вы перечислили, входит в социальный пакет. Вы, видимо, меня внимательно слушаете. Мы вас слушали внимательно. Вы внимательно читали законы. Вы говорите неправду. Все основные льготы, которые вы сейчас перечислили, они войдут в социальный пакет. Где он прописан? Он будет прописан нами. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы, в отличие от нас, не работали с правительством два месяца, идем и ночью. Мы не хотим этого закона. Он нам не нужен. Так почему же вы его все равно принимаете? Почему говорите про него? Владимир Владимирович, подумайте, подписывая этот закон, подумайте, поддерживая это правительство, что вы делаете. На самом деле, вы опять загоняете нас с резервацией. Тогда прямо скажите, что дискриминационная политика в отношении к инвалидам, другим годным группам. Тогда мы вас будем понимать хотя бы. А то, что вы пытаетесь нам задурить голову сейчас, не пройдет это у вас. Объявляется пиры. Во втором раунде опять солирует Светлана Евгеньевна, и ее секунданты как-то, так сказать, более такие, ну что ли, бьют на струнки такие чувствительные. Тем не менее, вот в аргументах Натальи Викторовны я услышал одну очень важную вещь, что, по сути дела, так сказать, льготы сохраняются, сохраняют социальный пакет, и к этому будут добавлены деньги. И мне кажется, это самое главное. И мне кажется, хоть она говорит меньше, но, по-моему, она говорит более убедительно, и мои симпатии все-таки на ее стороне и стороне ее секунданта. У меня симпатия тоже на стороне госпожи Бурокина, потому что у меня ко второму раунду наконец-то сформировалась какая-то точка зрения. Я наконец-то разобралась, что это за закон вообще, как он будет выглядеть и что он даст положить. На мой взгляд, секунданты дали возможность прояснить именно ее позицию, как секунданту с одной стороны, так и секунданту с другой стороны. Поэтому я на стороне госпожи Бурокина здесь случайно. Второй раунд был активнее, живее. Наталья Викторовна как-то Бурокина стала тоже более четко, что ли, доносить свою мысль, по моему мнению. Более сильная команда поддержки, по-моему, у Савицкой, когда говорит инвалид, это всегда как бы, это абсолютно, это беспроигрышно. Это удар ниже пояс, но тут спорить невозможно. Жалко, что, к сожалению, они не очень слышат логику аргументов, которые есть у Бурокина, логику здравого смысла, что есть социальный пакет и есть еще деньги. Но, может быть, ей надо быть, в этом смысле, еще более четкой и более внятной. Хотя второй раунд, мне кажется, она уже провела как-то лучшим. Да, я, пожалуй, с вами соглашусь с том, что Наталья Викторовна очень прибавила в этом раунде во втором и стала гораздо более живее. Она пошла уже иногда в атаку, иногда это было на самом деле очень ярко и аргументировано. На самом деле, сейчас я бы отдала свое предпочтение уже госпоже Бурокиной. Напоминаю, что победительницей будет признана та участница дуэли, за которую проголосуют больше телезрителей. Звоните. Номера телефонов на экране. Бурыкина Наталья Викторовна. Родилась 20 августа 1960 года. С 1977 года, после профтехучилища, работала мотальщицей на Кунцевской ткацко-отделочной фабрике. В 1986 году окончила Московский текстильный институт, работала бухгалтером в частной фирме. В 1991 году занялась предпринимательством, стала одним из создателей и руководителей аудиторской компании «Юникон». С 2000 по 2003 год была руководителем аппарата комитета по бюджету и налогам. Депутатом Государственной Думы избрана по партийному списку «Юникон» России, член комитета по бюджету и налогам. Любит научно-фантастическую литературу и сказки народов мира. Замужем имеет сына. Сегодня исполнилось 200 лет со дня рождения Жоржа Сант, которая, кстати, тоже участвовала в дуэли. Поводом стала ревность Марии Дагу, возлюбленной эференцилиста, с которым Сант дружила. Соперницы встретились в доме Листа, а в качестве оружия были выбраны острые ногти. Сам композитор заперся в своем кабинете и покинул его только после того, как женщины угомонились. Схватка не принесла победы ни одной из дуэлянток, но Жоржа Сант предпочла уйти с пути темпераментной графини. Да не за что мне их вообще делать. Правильно. Нынешний власть не берет достаточно денег, чтобы реально платить инвалидам, пенсионерам? Нет, недостаточно. Недостаточно. Более того, он отдает им куски собственности за очень маленькие деньги. Понимаю. Объясните мне тогда, 103 миллиона льготников, 145 миллионов населения России, каждая льгота это все равно деньги. Кто реально платит деньги, если мы с вами хорошо понимаем, что это кто-то не является олигархом? Платит государство. Откуда у него деньги? Это налоги. То есть это я плачу? В том числе, да, но налоги с физических лиц составляют очень небольшую часть, но тем не менее и налогоплательщик, да. Хорошо, вот я понимаю, я должен платить чернобыльцам, я понимаю, как я должен помогать человеку-инвалидам, но с какой радостью я должен платить деньги, чтобы вы, в частности, как депутат Государственной Думы, не вы лично, любой депутат Государственной Думы, любой министр, любой чиновник, так жировал в нищей стране. Давайте заменим им на денежную компенсацию. Нет. Я поддерживаю. Нет, нет. Давайте оттавим. Или отменим вообще. Тогда объясните мне, почему вы являетесь депутатом. Давайте отменим. Очень опытным, самым активным. Почему вы мне говорите, давайте отменим? Почему вы не выйдете в Государственную Думу, которую вы пусть ненавидите, потому что там одни нехорошие из Единой России, и не скажете, граждане, хочу покаяться. Получаем мы незаслуженно море льгот. Так вот, от всех своих льгот отказываемся. Отчего? Я, например, не пользуюсь, а пользуюсь как герой Советского Союза льготами. Я не пользуюсь как льготами. Это вы лично. Вы мне говорите. Так фракция коммунистов за свои льготы держится так. Ничего подобного. На квартирах сидят так. Ничего подобного. Какой ничего подобного? Сидят так же, как все остальные. Кто иногородний приехал, как и все остальные. А я не говорю, что мы лучше в плане льгот. Тогда это получается популизм. Давайте отменим. Давайте отменим льготы министрам, и они тут же пропадут у депутатов. Ну вы же выдвиньте это законодательную инициативу. Светлана Евгеньевна, а зачем вы их принимали? Сейчас вопросы задаю я. Зачем принимали это их ошибка? Вы мне вот что объясните. Вы стоите молодая, красивая, успешная женщина. Вы смотрите в глаза людям, жизнь которых сложилась по-другому. В этом их вины нет. Вот вы мне объясните. Вы вправду не понимаете, что государство обязано помогать тем людям, которые в силу разных обстоятельств не могут сами. Мы на самом деле понимаем, что государство обязано помогать, и должно помогать всем. Да не надо всем. А не только тем, кто до них побежал. Тем категориям льготников. Вот записанная категория льготников. Забудьте слово категория льготник. Посмотрите в эти лица. Это вполне конкретные люди. Мы должны помочь гражданам, тем, кто действительно в этом нуждается. Почему вы их не хотите услышать? Вас не удивляет, почему вам страна не верит? Хотите объясню почему? Объясните. А потому что страна верит, когда ты с себя начинаешь. Вот если вы взяли первый закон, приняли, что мы отказываемся от всех льготных. Правильно? Мы так и сделали. Вот начните с этого. Мы отказываемся от всех льготных. Живем честно, на зарплату. А никто такой получает. Мы тогда правительству поверили бы. Тогда мы правительству поверили бы. В конце прошлой думы приняли поправку. Вот не было практики о том, что нужно отказаться. И вот прошлой думы она уже нашла решение. Какое? Льготу депутатам по проезду бесплатно мы сняли. На трамвае. На трамвае. Себя отдачили. Почему вы считаете, что все депутаты имеют машину? На трамвае и на автобусе. А на самолетах депутат ездит в служебной командировке. Здесь это его работа. А семьи перевозят? Да. Я, к сожалению, семью не перевозила. Так вот, я вас тогда, наверное, просвечу, хотя не хочу обидеть. Самое страшное не то, что льготу полагается конкретному человеку, а то, что у него вот таким вагончиком пристежным куча родственников. Куча родственников. И всех у них льготы. Надо отказываться. Ага. Надо отказываться. Давайте президенту отменим Ельцину льгот, а? Беретесь отменить льготы? Светлана Евгеньевна. Экономические льготы готовы. Ну, это уже хорошо. Светлана Евгеньевна. Да. А почему вы не хотите работать конструктивно? С кем? А не важно с кем. Для кого важно. Для кого мы работаем. Вот почему вы не хотите прийти для ваших избирателей? К правительству. К правительству, коллегам по доме. Да, пытаемся. Володя, пытаемся. И вас не слышат? Я лично несколько раз говорила с господином Зурабовым. Я говорю, что вы делаете? Вы льготы отнимаете? Это конструктивная работа. Что вы делаете? Я говорю, слушай, выйдут тут на улицу. А Зурабов говорит, не выйдут. Я говорю, ну выйдут на улицу. Ну правильно, не выйдут. Не выйдут. Ноги протянут. Ну конечно. Мы пытаемся работать. Но правительство, правительство последние полгода. Но ведь это журналист так работает. А не сами не нет. Журналист приходит к Зурабову и говорит, Зураба, ответь мне. А депутат работает по-другому. Депутат работает на уровне. А правительство работает. Тупой, мерзкой, каждодневной законодательной деятельности. Вот правительство работает только с 300 человеками. Только с ними. Внесите закон, который начинается не с фразы «Банду Ельцина под суд» и «Зюганов наш президент», а закон, который вполне чёткий, внятный и конкретный. По которому, можно сказать, опубликуйте его в газетах. Мы прочитаем. Мы, простые граждане России. И скажем. А ведь правильно они говорят. Придём к Единой России. К депутатам скажем. Слушайте. Ну коммунисты предлагают же очень разумную вещь. Почему не учесть? А вам что, не нравится? Встали и ушли. Кстати говоря, все те законы, которые сегодня пытаются ликвидировать, о чём говорили, Чернов. Придумали вы? Придумали. И, кстати, у нас не было большинства, но мы настаивали, нашли союзников. И они прошли. Они работают. Я люблю коммунистов. Это за колоссальную подвижность мышления. Каждый раз говорят. При вас приняты законы. У нас не было большинства. Не было. Как только мы приняли эти законы, у нас в этот момент было большинство. Такого же разбери. У нас не было большинства. Но вы договорились, когда было надо. Да, мы находили, в тех думах были фракции. Кстати, с яблоком мы часто находили. Так это чтобы вы наплодили такое количество. Я вот что не могу понять. А вот законы приняты, их надо было, их можно было обеспечить деньгами. Да нельзя. Три бюджета вы на принимали. Володя, сегодня, сегодня страна захлёбывается от нефти, доллара, в стабилизационный сбор. Можно захлебнуться вместе со страной? Потому что я пока захлёбываюсь от высокой цены на бензин. Для справки хочу сказать. Дайте справочку. Сейчас, которые пойдут на выплату, они пойдут в обществе за счёт стабилизационного фонда. Порядка 80 миллиардов из-за того фонда, который успели накопить. Основного из налоговых вопросов. 80 миллиардов из этого стабилизационного фонда он начал копиться только с начала года. Будет ли работать механизм, при котором деньги реально дойдут до тех, кто в них нуждается? Потому что пока в России получается как. Деньги к деньгам. Вот ты смотришь, льготу получается. Условно говоря, дети несчастного Абрамовича пять штук. И он же там губернатор Чукотки, у него губернаторские льготы. У меня слёзы вот прям вот так вот. Вот, наверное, он в Лондоне половину ЖКХ только платит. Вот переживать за него страшно. Вот в отличие от колодистов, которые пытаются договариваться, мы работаем как раз над этим механизмом. И чтобы механизм был такой, чтобы эти деньги по дороге не потерялись. И были реально каждому гражданину выданы. А как они могут быть реально выданы, если у вас на полном серьезе часть выплат уходит с федерального уровня на уровень региональный? А в России так получилось, что количество губерник, которые зарабатывают сами, минимально. И мало этого, губернатор, как правило, должен возвращаться обратно в Москву, идти к господину Кудрину и говорить, я себя буду вести хорошо, денег дай. И как он будет платить, чем? То есть реально, как там была очередь... 170 миллиардов рублей направляется в регионы. Более 170 миллиардов рублей. Эти деньги имеют целевой характер. Они будут распределяться через систему пенсионного фонда. Ведь все пенсионеры сегодня получают деньги. Вот здесь есть и есть пенсионеры. Кто-то из них не получает вовремя сегодня пенсию. Покажите мне такого. Вот такая же точная система будет создана для выплаты этих денег. Вот правильно я понимаю, что вот вы лично обещаете, что закон, когда он пройдет второе и третье чтение, учтет... Он будет лучше намного. ...конкретные интересы граждан. А главное, вот можно обратиться с личной просьбой? Надеюсь, вы не просите льгот. Ну, общайтесь вы с народом. Надеюсь, вы льгот не просите. Вы знаете, будете смеяться. Я настолько против льгот. Я считаю, что льготы – это пощечина стране. Потому что я считаю, что если бы изначально людям платили достойные деньги, достойную пенсию, тогда не надо было бы людей унижать отчаяниями и льготами. Но если должны, я считаю, это верх цинизма. Когда сидит человек в костюме за 7 тысяч долларов, и на руке у него часы 1025, и так легко говорят, ну, мы вам дадим 2000 рублей. Может быть, 1400 – это же до 100. Может, на 8500 рублей? Часы – 1 рубль. Да у вас хорошие часы. Но не вы разрабатываете эти законы. Господин Зурабов, как мы сами хорошо знаем, пришел из большого бизнеса, очень состоятельным человеком. Пора бы ему жить не на уровне статистических цифр, а на уровне жизни конкретных людей. Можно вас попросить об одном одолжении? Да. Можно от риторики к практике? Да. Вот вы обещаете, что несмотря на глубокую классовую неприязнь… К кому? К честности к единороссам. Вы знаете, у меня к ним неприязни нет. Они просто предаты к правительству. Хорошо. Поэтому вопрос о правительстве. Несмотря на глубокую нелюбовь к предаткам… Это как поздно. Философский скажет, в стиле Шандыбина. Вы обещаете, что вы перед тем, как критиковать, выводить людей на улице и прочее, попытаетесь услышать? Потому что пока то, что было сказано, звучит реально, что денег конкретных, настоящих, будет выделено в три раза больше. Там есть несколько десятков человек, которые против этого пакета законов, и не только социальных, а, повторяю, касающихся всех сфер нашей жизни. Он нам долго будет аукаться, мы с ними работаем, мы с ними обсуждаем. Они, кстати, не поддерживают этот законопроект. Правда, к ним будут применяться санкции. Да какие санкции? Им выкручивают руки при голосовании, мы с ними работаем. Санкции будут применяться народом. Да. Вот когда в конечном итоге, вот до сюда дойдет, санкции будут приниматься народом. Чтобы это не дошло, надо сделать элементарные вещи. Мы с ними работаем. Надо четко выделить тех, кому действительно нужна помощь. Потому что, если вы посмотрите, большинство писем, которые пишут, идут от бывшей номенклатуры. Потому что у нас, как было и раньше, схапают льготы, как правило, бывшая номенклатура. Куда ни плюнешь, попадешь в бывшего секретаря ЦК КПСС, членов его семей, у которых дачка в правильном месте, гигантская квартирка, льготы ПЖКХ, до сих пор он прикреплен к какой-нибудь безумной поликлинике, и ему приносят лекарства на дом, а бабушка в деревне смотрит на это на все и думает, Милки, дайте мне хоть реально тысячу рублей. Их не льготы и не трогает никто, кстати, правительство. Да и не только правительство, да и вы их тоже не трогаете. Ну что же, милая барышня, я думаю, что мы пришли к главному консенсусу. Надо научиться друг друга слушать, и деньги в кармане лучше обещания денег. Самый последний вопрос. Я могу быть уверенным, что лично вы, депутат Бурыгин, вернувшись себе во фракцию, отнесетесь не к тому, что канал НТВ провел себя как враг и мешает нам принимать реформы, а отнесетесь к тому, что канал НТВ дал возможность вам услышать людей и изменить к лучшему закон, чтобы люди его не боялись. И чтобы люди стали доверять власти. Вы знаете, я живу среди людей. На самом деле людей я уже слышала и слушаю. Я буду слушать еще. Ведь рядом со мной моя свекровь инвалид. Рядом со мной моя подруга, у которой сын инвалид. Я с ними живу. Я не оторвалась от народа. Я их слушаю. Каждый день и буду всегда слушать. Ваши коллеги. Перерывайте. Присаживайтесь, нам осталось выслушать мнение наших уважаемых судей. До конца программы остались считанные минуты. Но у вас еще есть возможность повлиять на конечный результат. Продолжайте голосовать. На прошлой неделе, писала одна из газет штата Джорджия в 1817 году, вопрос чести разрешился между двумя молодыми леди, Джейн Уэйл и Синди Дайер. Их объект присутствовал в качестве судьи. Ему пришлось своими глазами увидеть, как одна из его поклонниц, серьезно раненой соперницей, упала. Но на другой ему пришлось жениться. Как сообщила та же газета, все было обставлено соблюдением правил, и победительница вышла замуж за арбитра, как и было предусмотрено условиями дуэли. Наступил кульминационный момент нашей дуэли. Сейчас судьи огласят свое решение, а мы подведем итоги голосования телезрителей. Итак, господин Астрахан. Вы знаете, мы обсуждали очень волнующий вопрос, поэтому я не сомневаюсь в благих желаниях обеих ораторов, но сейчас мы оцениваем умение эмоционально, заразительно, обаятельно излагать свою мысль. В этом смысле, конечно, мне кажется, госпожа Савицкая, хотя она мне позиционно не очень близка, но она выглядит в этом смысле вроде бы убедительнее. Но товарищ Барыкина, мне кажется, она интересна своей логике, своими аргументами. Им бы добавить эмоции. Надо научиться бороться с коммунистами эмоциональными средствами. Они, аудитория, любят это. И за это в итоге, как ни странно, голосуют. Я лично-то отдаю вам победу. А думаю, что победа будет не за вами. Госпожа Дворяшина. Что ж, у нас сегодня был очень интересный выбор. И самое потрясающее, что действительно очень редко бывает на этой передаче, это то, что в самом конце наши уважаемые леди пришли к консенсусу, к некому взаимопониманию. Они обе продемонстрировали максимум возможного, на мой взгляд, на сегодняшний день. И мне сложно отдать кому-то пальму первенства. Я бы сказала, ничья. Госпожа Шевцова. В первом раунде очень долго спорили. Были эмоции, были заявления, были лозунги, но не было конкретики. Потом более-менее ситуация стала проясняться, и мы пришли к тому, что, в общем-то, спорим об одном и том же. Потому что льготы поддерживают и одна фракция, и другая. Но я пальму первенства присуждаю госпоже Бурыкиной, потому что она смогла объяснить позицию, и она пошла на какие-то уступки. То есть мне было приятно, что все-таки в правительстве услышат народ. Ну, как я поняла. По крайней мере, я надеюсь, что обещания будут выполнены. Мы этого будем ждать, честно скажу. Спасибо. Господин Журбин. Мы действительно сегодня обсуждали очень сложный такой вопрос, который касается абсолютно всех. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что здесь нельзя сказать категорически льготы нет, или деньги нет, и то, и другое должно сохраниться. Но в споре, вот, мне кажется, Светлана иногда прибегала к таким запрещенным моментам и говорила иногда, что правительство и там единороссы буквально хотят уничтожить стариков, уничтожить ветеранов, что, в общем-то, неправда. Мы никто в это не верим. Мы верим в благие и намерения. А Наталье, конечно, действительно, надо работать над актерским мастерством, над звучным голосом, над памятью, так сказать, запоминать там отчество. Но, тем не менее, даже если зрители сейчас вот в этой передаче проголосуют, может быть, за Светлану Савицкую, но время, в конце концов, будущее, будет на стороне Натальи Бурыкиной. Я ей отдаю первое. Благодарю вас. Ну что же, мы услышали мнение наших уважаемых судей о том, как проголосовали телезрители, мы узнаем прямо сейчас. По результатам голосования телезрителей победила Светлана Савицкая. Редактор субтитров А.Семкин